Волонтеры Екатеринбургских поисковых отрядов Лиза Алерт и Прорыв обращаются к землякам за помощью в розыске 19-летней девушки Юлии Шадриной, пропавшей три дня назад. Живущая в поселке Нижний Сецк в Чкаловском районе Екатеринбурга, Юля ушла из дома еще 17 марта, но на следующий день 18-го заходила на свою страницу в соцсети и жаловала знакомым на плохое самочувствие. С 18 марта о ее местонахождении ничего не известно. Приметы разыскиваемые. Рост 165 сантиметров, худощавая, волосы ярко-рыжие, кудрявые до плечей. Была одета в черный пуховик с поясом, черные брюки с кожаными вставками и молниями, черные высокие сапоги. Имела с собой черный рюкзак. Среди особых примет называются множественные татуировки, в том числе в виде орла во всю грудь. Заявление о пропаже девушки принято 4-м отделом полиции Екатеринбурга, где начата проверка обстоятельств ее исчезновения. 4-й отдел находится совсем в другом районе, не там, где жила Юлия, а по улице Бардина. Видимо, последним местом ее пребывания был юго-западный микрорайон. А вот поиск другой юной Екатеринбурженки закончился благополучно. 16-летняя девочка еще в конце прошлого года, сбежавшая из дома в железнодорожном районе Екатеринбурга, была найдена в Москве. Когда речь идет о несовершеннолетних, правоприменительная практика позволяет возбуждать уголовное дело по факту убийства сразу после пропажи ребенка. И в этом случае так и было сделано. Возбуждение уголовного дела дает сыщикам право использовать ряд оперативных мер, которые в случае обычной проверки им недоступны. В том числе мониторинг соцсетей пропавшего и его близких, определение местонахождения в отдельных случаях и прослушка телефонов, запросы коллегам из других регионов и тому подобное. Именно такие меры позволили найти 16-летнюю Екатеринбурженку в одном из московских баров со знакомым ей молодым человеком. После того, как беглянка поговорила с полицейскими, выяснилось, что никаких противоправных действий по отношению к ней не совершалось. Уголовное дело благополучно было закрыто.